Привет! Меня зовут Евгения Булкунова. Я жена, я мама двоих замечательных деток. И я та женщина, которая в желании вернуться к своей истинной природе записалась на марафон для женщин от Оли Валяевой «Возвращение к себе». И этим видеоотзывом я хочу выразить всю свою благодарность за данный марафон. Во-первых, мне хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, благодаря кому я попала на марафон. Это моей замечательной подруге Кате, которая больше года рассказывала мне о том, что она читает книги и статьи Оли Валяевой. И о том, как эти тексты, эти труды помогают ей меняться внутренне и тем самым менять свою внешнюю реальность к лучшему. И также огромное спасибо моей роскошной подруге Юлии, которая дала мне такую рецензию на книгу «Плодоносящая», мимо которой я просто не могла пройти. Она описала эту книгу и назвала ее «Библией для каждой женщины». И так вышло, что примерно одновременно я и заказала эту книгу для себя, и вписалась в марафон. Хотя до этого я не читала трудов Ольги. И получилось так, что данный марафон день за днем, задание за заданием познакомили меня пошагово с работами, с трудами Ольги, с ее текстами, с ее советами, с ее мудростью. Я получила огромную ценность, и я очень рада, что вписалась в марафон, что прошла его. Прошла успешно, хотя было сложно. Маленький ребенок не давал выполнять все задания, которые были. Но все-таки я получила эти знания, и я очень рада, что смогу применять их в будущем. Я очень рада тому, что помимо знаний от Оли, были получены материалы и других замечательных учителей, о которых я не знала. Я ближе познакомилась с ведами, я ближе познакомилась с медической астрологией. И кое-что новое применила в жизни, в кулинарии, что-то привнесла в свой дом. Поэтому это и обогатило мою внутреннюю жизнь, мое собственное восприятие, моего жилища, того очага, в которой я должна привносить свет, тепло, ведь это моя женская обязанность. И без меня это никто другой делать не будет. Это была огромная поддержка со стороны Ольги. И я очень-очень благодарна за то, что она занимается этим светлым делом, что она несет просвещение, что она своими трудами прикасается к огромному количеству женских судеб. И этими прикосновениями она освещает их пути, их жизни, привнося, разумеется, очень благостные перемены. И меня очень вдохновляет, вдушевляет то, что то, как в союзе Ольга со своим мужем распространяет эти знания. Мне очень приятно, что есть у таких женщин такие мужчины, которые позволяют нам прикоснуться к этим знаниям. Потому что, как я поняла, эта супружеская чета вместе несут нам свою деятельность, вместе распространяет знания. Муж участвует в том, чтобы труды Ольги приходили к нам. Потому что я знаю по себе, насколько техническая часть работы, тоже ведение блога, тоже оформление каких-то видео, все технические моменты, они отнимают очень много времени. И, наверное, я понимаю, почему я до сих пор не смогла как-то сама реализоваться. Хотя у меня тоже есть некоторые предрасположенности, скажем так, к тому, чтобы нести знания людям. Но, к сожалению, у меня нет сейчас такого помощника. Зато есть маленькие детки, которые всячески не дают мне реализоваться. Но, с другой стороны, может быть, это и верно, то, что я попала на марафон. Я узнала, как могу и должна реализовываться именно в семье. И я верю, что полученные знания очень пригодятся мне, и они очень помогут мне. Я планирую очень многое привнести в свою жизнь, пусть постепенно, не в том ритме, не в том режиме, в котором был задан марафон. Потому что не я полностью определяю свой режим, свой график. Но дети растут. Я знаю, как быстро они растут, глядя на свою старшую дочь. И я верю, что скоро смогу, насколько это будет возможно максимально, реализоваться, как хорошая жена, как хорошая мать. И я очень-очень благодарна Ольге Валяевой за то, что она помогает нам, женщинам, становиться светлее, становиться счастливее и нести этот свет счастья и радости в своей семье, облагораживать жизнь своих близких, не только свою. Мне понравился формат участия в марафоне, хотя я немножко переоценила свои силы и вписалась в участие в марафоне с открытой отчетностью. Так вышло, что сперва я восприняла всю эту идею с большим энтузиазмом. У меня были большие надежды. Но потом получилось так, что всё-таки жизнь немножко затянула и пришлось публично отчитываться о своём таком нескончаемом дне сурка, что порой было сложно, порой было не всегда приятно, не всегда получалось. Но для чего-то всё это было нужно. И я в любом случае рада, что я прошла, я дошла до конца, я получила максимальные знания, получила такую, можно сказать, такую путеводную карту, куда мне двигаться дальше, чему мне обучать свою прекрасную дочку, которая девочка-девочка. И мне очень приятно видеть, какая принцесса у меня растёт, что она очень женственная, что она очень поддерживает все эти темы, любит наряжаться, быть красивой. Да. Очень любит платьица и очень расстраивается, если бабушку заставляют надевать её штаны. Потому что там тепло, потому что так удобнее, по её мнению. Вот. А я... Я очень благодарна судьбе за то, что она привела меня на этот путь знаний об истинной женской природе, о том, куда мы должны развиваться, чтобы наш мир немножко чересчур запутавшийся, потерявший знания о том, как здесь, в материальном мире, быть счастливыми. Я рада, что есть такие учителя, есть те, кто трудятся ради блага нас всех. Это приносит огромную пользу. И я желаю вам, Ольга, чтобы у вас всё получалось, чтобы жизнь отвечала на ваши действия всегда очень большими благами. Желаю вам огромного счастья. Желаю огромного счастья девочкам. Я не сказала о том, как ценно было читать чужие отчёты, какие судьбы, какие истории. Все девочки очень замечательные. И я желаю всем, всем, всем огромный благ, чтобы вы непременно обрели в этой жизни то, к чему вы стремитесь, чтобы счастье расцветало вокруг вас. Несите ваш свет, вашу красоту в мир. Вы все прекрасны. И я желаю вам всяческих успехов, счастья, долгой, радостной жизни. Давай, свои пожелания. Женщинам мира. Ну-ка, не стесняйся. Счастья с доходи вам! Всех благ, женственности, красоты. Благодарю от всей души Ольку Варяреву за то, что она ночью проводит этот тренинг. Марафон. Много-много платьев. Много-много платьев. Красивых. Денег. Желаю, чтобы дома было тепло и вы могли в этих палатах ходить. Желаю, чтобы на улице всегда для вас было тепло. Желаю, 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 чтобы все ваши мечты сбывались. На благо. На благо. На благо всему миру. Чтоб у тех, кто елку еще не убрал, было много подарков под елкой. И еще. Все, что случилось нам не зря. И все к лучшему. И все к лучшему. так что никогда, никогда не отчаивайтесь и будьте счастливы. Пока, пока. Иа! Всё, а ты еще что-то скажешь? Ну что, с лицом? Это..